Всем привет, с вами Баргун Дмитрий, и как вы поняли по названию, сегодня будет весело, потому что мы расчехлим очередного дутого балабола. Так что приятного аппетита, а мы погнали! Я думаю, вы уже поняли масштабы балабольства из этого фрагмента в общем. Сегодня речь пойдет о заметном человеке, а именно о пакистанском халке, как он себя сам называет. Очень важно понимать это, он себя сам так назвал. Зовут его Арбаб Хизер Хаят или Хан Баба. При росте 190 сантиметров этот 27-летний гигант якобы весит около 436 килограмм. Хан считает себя сильнейшим человеком в Пакистане. Он без особого труда может поднять человека среднего роста и веса. Считает себя самым сильным человеком в мире. Он сравнивает себя с героем комиксов, невероятным Халком, и мечтает завоевать первенство в состязаниях по рестлингу. Врет! Я б даже сказал, пиздит! Но выглядит он, кстати, забавно. Голова и руки смешные. Мне кажется, если их присобачить в любое место этого шарика, особо картин-то не изменится. Прежде чем разберем его достижения, давайте выясним, откуда такие размеры. Перед вами фотки, на которых явно видно, что данный хрен любитель накидывает на верхнюю часть туловища и руки поролон. Ибо вот тут, например, видно его тонкую шею, относительно заявленных им габаритов. Ну и даже для толстого человека он выглядит не анатомично. У нас есть рекордсмены мира по ожирению, и при таком весе у них лицо и шея, да и голова в целом, ну, совсем по-другому выглядит. Что? Скажите мне, на кого рассчитано это видео? На детей до 10 лет? Любой даже дебил, по-моему, знает, что решеткой бампер не выдержит нагрузку такой тяжелой полноприводной машины. Если бы наш хан Баба мог удержать машину, то как минимум эту хлипенькую решетку на бампере он бы продавил. И да, я думаю, вам не надо объяснять, что машина стоит тупо на паркинге или на ручнике, и водитель просто газует холостыми оборотами. Хан Баба, ну зачем ты поролон раскидал? Тебе же его еще на вечер выпускников одевать. В интернете есть несколько видеороликов, где хан Баба одной рукой тянется на себя трактор, но это не самое большое его достижение. Недавно он заявил пакистанским журналистам, что в 2012 году в Японии на местных соревнованиях ему удалось поднять 5000 килограмм. Ёб твою мать. Вот он пишет, никто не может побить этот рекорд, даже Халк. Тебя пора кручу лечиться. По трактору мы видим прогресс в плане наёбки своих зрителей. Уже колесо крутится, и тут видим, что заднюю часть трактора намеренно не сняли. Это говорит о том, что, скорее всего, трактор привязан жесткой сцепкой и газует. Но это еще не все. Наш дутый герой еще дальше продвинулся в прогрессе наёбки, а именно снимает уже такие видео, на которые может повестись даже человек до 20 лет. Правда, с низким интеллектом. Я думаю, у меня есть владельцы переднеприводных авто, и они знают, как ведет себя машина при зажатом тормозе и газе. Именно так ведет, как машины на видео. Ну что сказать, новая звезда для Болливуда подоспела? И да, любой вменяемый трактор или пара седанов оторвали бы просто-напросто ему руку. Если бы это все делалось так, как преподносится. В качестве аргумента привожу вам частый перелом, с которым сталкиваются армрестлеры. У них нагрузка в таком же векторе, в котором якобы удерживал два седана наш поролоновый монстр. И при этом на кадрах армрестлер. А что уж говорить о последствиях, которые могут дать два седана, которые в десятки раз сильнее, чем армрестлер. Сам силач родился в богатой семье. По его словам, он начал внезапно, неестественно увеличиваться с 18 лет. Вместо того, чтобы беспокоиться о растущей массе, парень захотел стать еще больше и сел на калорийную диету. В день Хан Баба, по его словам, употребляет до 10 тысяч калорий. На завтрак пакистанский халк съедает 36 яиц, 4 курицы, 3 килограмма красного мяса, выпивает 5 литров молока. Наверняка он с такой диетой многое жидко наваливает в унитазе. Мне интересно, как он вытирает свою пятую точку при таких коротких руках и такой массе. Его что, пожарники со шлангов подмывают или он полотенце протягивает между ног? О боже, на этот раз колеса шлифуют. Неужели Хан Баба такой реально сильный? А нет, это лишь новый уровень повышения балабольства. Опять же, любой владелец переднеприводной машины, у которой ручной тормоз механический, подчеркиваю, механический, не электронный, то знает, что вытянув его в максимальное положение, одновременно можно перевести коробку в режим D. Активное положение для хода вперед. И если дать газ, колеса будут буксовать, так как это передний привод и так как ручник блокирует заднюю ось. Машина как бы задними колесами тормозит, а передними, получается, буксует. Так как развесовка старых автомобилей не идеальна, в том плане, что не 50 на 50 передняя и задняя ось, вполне возможно, что в данных автомобилях накладывались блины весом примерно 350 килограмм в багажник автомобиля, чтобы когда ручник держал заднюю ось, она давала достаточное сопротивление, чтобы передний привод не тащил машину вперед. Нихуя не понял. Короче, поверьте на слово, Хан Баба это... Человек пиздёр. Хан Баба говорит, что он не испытывает никакого внутреннего дискомфорта, связанного с лишним весом. Единственное, что доставляет ему неудобства, это невозможность поместиться в автомобиле, поэтому Хан Баба купил себе огромный внедорожник. При этом есть вот такое замечательное фото, где он влазит с седана средних размеров. Ну, хрен его знает, что там с джипом, но в седан он вроде бы влазит. Сам же новоиспечённый Халк мечтает стать борцом на ринге и победить в состязаниях по рестлингу. Планирует стать профессиональным рестлером и чемпионом по пауэрлифтингу. Это лишь вопрос времени, отметил он. В родном городе Хан Баба знаменитость. Он с удовольствием фотографируется с прохожими и даёт интервью местным каналам. Сам опровозглашённый пакистанский Халк вырос, смотря по телевизору шоу VVA, то есть обычный рестлинг, и мечтал в один прекрасный день стать такими же сильными и ловкими, как те ребят. Но, как видно, силы он перебрал, и ловкости не хватает. А мне кажется, с поролоном и пиздежом он перебрал, а не силы. И да, в зимней поролоновой куртке я тоже ощущаю себя Халком. Ну, не 460 килограмм, конечно, но в 200-е так минимум. К сожалению, в Пакистане слабо развит рестлинг и тяжёлая атлетика, но Хан Баба надеется изменить это, вдохновляя других своими трюками. Видимо, поэтому он объявлял себя самым сильным человеком в мире, а также выразил желание войти в историю как современный Геркулес. А нет, у нас уже есть Геркулес, который занимает по праву своё положение в мире, поэтому Хан Баба и Дина. Думаю, многие из сторожилы помнят вот эти кадры из своего детства. Не знаю, как вы, но я в детстве тащился от рестлинга всяких андертейкеров, Халк Хоганов, вот этих скал всяких и так далее. Ну, скала сейчас другая, но... Так вот, это был Triple H не настоящий, потому что вот оригинал. Я думаю, если бы Хан Баба был бы оригиналом Triple H, то VVA был бы вообще нулёвым по прибыли и по рейтингам. Но всё-таки есть одна вещь, которую Хан Баба, возможно, действительно делал своими руками. На фото мы видим лёгкую машину, и якобы Хан Баба её держит на плечах. Даже если это реально, то в этом нет ничего выдающегося, потому что я сам в свои золотые пиздоболических стероидов года при весе 97 килограмм поднимал такие же лёгкие машины за задний бампер. Только вот разница в том, что я вешаю в 5 раз меньше, чем вес, который он себе позиционирует. И при этом у меня есть видео, которое подделать невозможно. А у нашего Халка обычное фото. Поэтому не исключено, что до фотки подошли 5 абреков, которые взвалили машину на его плечи для быстрого фото. Единственное, с чем Халку не везёт, по его же словам, это романтические отношения. Парень до сих пор не нашёл в себе девушку не потому, что ему не дают, а потому, что не каждый ему подходит, по его же словам. А всё из-за конкретных требований к внешнему виду будущей спутницы. Поэтому у него новая цель найти свою любовь и продолжить путешествие по богатырской жизни с милой спутницей. Кстати, пакистанский Халк отказывается встречаться с девушкой, которая весит меньше 100 килограммов, чтобы не сделать ей больно. У Хаята есть уже опыт в романтических отношениях, ведь, по его словам, за 7 лет он успел завести романы более чем с 300 женщинами. О нет, остановись, у нас уже есть товарищи, у которых были женщины в таком количестве, что они исчисляются и тысячами, и миллионами. Кстати, вам этот хан никого не напоминает вот на этой фотке? Вот и он такой же, просто когда рыба Фуга пугается, она раздувается, особенно если у нее есть иголки, то с этого есть профит. А вот наш пакистанский Халк, когда пугается, он на себя напяливает поролон, чтобы устрашающим видом распугать всех своих хейтеров. Короче, наш пакистанский Халк еще очень много имеет суперконтента для детского интеллекта, в том числе и ломание надпиленных кирпичей, и умопомрачительные драки, прыжки. В общем, настоящий конкурент Сашке Невскому. Вот только Сашка Невский реально чего-то добился, и если он и балаболит, то делает это более тонко и грамотно. А пакистанский Халк дутая легенда, и почему ему не выступить, например, по пауэрлифтингу? Да никогда такого не будет, потому что там не получится кого-то подкупить, криво поснять и так далее. Его любой средненький троеборец взъебет по силовым, все его сказки и небылицы закончатся. В общем, Хан Баба как человек-капуста. Разденешь его, а там пусто. Если понравился видос, пиши слово. Четко-четко. У нас тут еще один, кстати, петушарий нарисовался. Его очень часто сравнивают с пакистанским Халком, поэтому здесь будут дохера лайков и комментариев. Следующий наш гость будет именно иранский Халк. Подпишитесь на канал, чтобы видеть первыми, самые горячие приколы разоблачения из мира спорта и ММА. С вами был Варгуин Дмитрий. Не будьте капустой. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok